Добрый вечер! Информационная служба телерадо-компании «Гомель» протягивает свою работу у эфиры. В студии для вас працует Евген Паблавец. В Минску завтра открыться пятый у Сибелорусский народный сход. Его делегатами станут 2500 человек из всей страны. Простовники от Гомельской области отправились в столицу этой раницы. Закими идеями и жданиями они рушили у дорогу, доведалась Ганна Ковалева. Мы уже защитили свой перспективный план, стратегию развития на среднесрочную перспективу до 2020 года и до 2030 года. И мы уже сегодня не первый год, а третий год активнейше работаем в плане того, что занимаемся снижением затрат, оптимизацией во всем направлениям. Конечно, один из важных приоритетов – это экспорт. И тут учреждения здравоохранения тоже не должны стоять в стороне. Хотя это трудно, но мы в этом направлении работаем. Только за прошлый год учреждения здравоохранения Гомельской области за оказание медицинской помощи иностранным гражданам получили 1 миллион 300 тысяч долларов шаг. Одным из представников культурной сферы региона селета станет директор Гомельского областного музея военной славы Павел Жданович. Дарыч и зараз назву этой установы можно знайсти на республиканской должце гонору. Указов за неосенний уступил усилу усяго неколький дзен тому. У им значится, что музейная установа признанная переможцем с поборництва за опошню пятиходку у сферы социально-экономичного развития. Я делегат от сферы культуры, поэтому, безусловно, это очень важная наша сфера жизнедеятельности. Сегодня культура играет огромное значение. Сегодня очень остро стоят вопросы, которые связаны с выполнением социальной функции культуры. Мы должны сегодня четко понимать грань между развлечением и между просвещением. Усех эти думки и идеи прогучать на всю краину уже в ближайшие два дни. Причем от тех людей, которые в своей сфере деятельности за минулые пять годов, показали значное досягнение. И наше желание сегодня органов власти, мое желание, конечно, чтобы мы прибавили во всех отраслях народно-хозяйственного комплекса. Прежде всего в экономике, промышленности. И мы видим, как мы сегодня поднимаем этот объем, то, что мы сегодня имеем. И мы видим перспективу развития этой отрасли в сельском хозяйстве, в услугах, транспорте, связи, торговле, строительстве. Конечно, наверное, желание любой экономики, любого государства, как можно больше иметь добавленной стоимости на одного работающего на территории. И мы должны все понимать, чем лучше будет работать экономика, тем будут лучше созданы условия в социальной сфере. Поэтому мы все делаем для того, чтобы развивалась экономика на территории Гомельской области. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в Гомель завитали удельники Международного автопробега Федерального дорожного агентства Российской Федерации. По маршруте Мурманск-Брест едут седорожники трех краин – России, Белоруссии и Казахстана. Удельники автопробега передулили свыше трех тысяч километров. Они проехали по трассах Карелии, Мурманской, Ленинградской, Псковской, Смоленской и Бранской областей. У Гомеля дорожники разом с мясовыми коллегами, проставниками Аблваканкама и администрацией советского района города усклали кветки до Кургана Славы. Сюда же привезли землю с городов-героев-удельников акции. Ее высыпали допомнику по часу рачистого митингу. Финишой Международный автопробег завтра в Бресте в день 75-ти года с дня початка Великой Ачинной войны. Как раз те города, которые мы посещали, они первыми приняли удар фашистов. Они дали возможность мобилизовать силы для разгрома врага уже в 45-м году. У прокуратуры Гомельской области означает некоторое повелечение колькости правопорушений, учениных неполнолетними. К этому пытанию летний период надается повышенная увага, бо дети часто застаются без нагляду дорослых на протяглый час. Наши корреспонденты поцикавилися ситуацией. У 36-й Гомельской гимназии в этом году открытый лагерь працы и отпочинку. С 20 человек – певная частка выхованцев семья, которые находятся в социально небезопасном становище. У администрации научной установки говорят, что до организации лагерь рестораны рихтовались. Звертались в центр занятости, именно тут вытатковывают сроки на проведение работ. Домовлялись с предприемствами и организациями города. Для проведения экскурсии – встреч со специалистами. На протягу 24 дней неполнолетние должны быть не только максимально заняты, но и отримать полезные навыки. Не только у них есть максимум заработать деньги, но и они отримывают профессиональную ориентацию. Они бывают на экскурсиях, на предприятиях, они повышают свои виды в плане правил безопасности движения, и правил безопасности жизни. И они сострадаются с работниками банка, потому что экономичная грамотность – это на сегодняшний день очень важно. По информации прокуратуры Гомельской области, в правонаре с летним периодом все лет означается повеличение количества правопорушений, учененных неполнолетними. Личба незначная, у сего крыла больше 2%, но и тенденция не самая приемная. Причем, наибольшь складанная ситуация – с оживанием наркотиков. Хоть с одного боку тут рост показчиков можно расслабить активизацией работы правоохранительных органов. Между тем, школьные лагеря на этом течение в основном завершают работу, и шмот, кто со школьников до конца каникулов снова будет предоставлены сам себе. Я думаю, что основные причины, почему дети совершают преступления, это, конечно, проблемы в их воспитании, это их незанятость, и, конечно, очень часто дети совершают такие ситуативные преступления. То есть какая-то ситуация способствует тому, что они совершают преступления. Больше внимания уделять их занятости. Олег Сентюром, Арина Северьянова, Яугин Макеенко, Тейра, Деакомпания «Гумель». Тему подлетковой злочинности закоронули на посаджении гумельского гарва Канкама. Самым криминогенным подаденных комиссий по справах неполнолетних заявляется Чигунышный район города. Все ли это тут колькой злочинств ученинных подлетками подалишилось в четыре разы. Сирот криминальных деянеу означается крадежи, рабованьи, дырозбои. Это половая догольной колькости. Остатние правопорушения связаны с наркотиками. Молодые люди частей за все трапляются на сбытие популярных зараз спайсов и солей. Для продажи выкористовывается сучасная интернет-технология. Утымлику виртуальные крамы. Подчас посаджения гарва Канкама вызначены меры по выходе из ситуации. Максимальная колькость подлетков повинна быть занята позавучебными видами деяности, особливо у период каникул. Так само треба своечасово выявлять и оказывать допомогу подлеткам, які мають наркотичную залежность, які знаходяться у социально небезпешным становищем. Если смотреть на социальный паспорт подростка-правонарушителя, то, как правило, это несовершеннолетний 16-летнего возраста, обучающийся в учреждениях профессионально-технического образования, воспитывающийся либо в неполной, либо в деформированной семье, то есть там, где есть отчим, либо мачеха, и имеющий определенные трудности с обучением. У Гомеля открылся первый областный профильный лагерь по робототехнице. На протягу 9 дней 25 школьников региона будут отпочивать и одночасово освоивать основы створения вумных машин. Кожный день хлопцы и девчата 11-13 годов будут выучать радиоэлектронику, программирование и компьютерную графику. Майстер-класс от выкладчиков технических в ИНУ Гомеля допомогут юным конструкторам открыть специфику робототехники. Особная частка эдукационной программы лагера, экскурсии на предприемства и в профильные высшие навышальные установы. Тут будущие кулібины смогут увидеть, как распроцовывать роботов и как выкористовывать их на практице. В рамках вот этих 9 дней они должны понять, что такое робототехника, узнать азы, основы робототехники, научиться программировать элементарному, собрать своего первого робота и не просто собрать, а еще уметь его защитить. То есть в конце смены будут соревнования, будут победители, которые получат свои призы. Жлобинские журналисты означали день нараджения районной газеты «Новый день» выданием литературного альманаха. На его сторонках творы мясовых литераторов, которые друковались на протягу опочных 60-ти годов. С упроцовниками газеты и их позаштатными помощниками с устроився Олег Сентюров. Первый номер газеты «Новый день», тогда шлях к социализму, вышел вдруг у учреждения 31-го года. На жаль, будинку, по яких можно мерковать об выгнеде этого частного жлобина, практически не заховалась. За выключением акцема вот этой школы неколи тут в училище первые читачи районного выдания. Негде дичина тое, что все лето газете исполнилось 85, основная увага при подведении вынеков работы опошней пятигодцы в речте гэта период для выдания казался вельми поспеховым. Стоя на самофинансовании, причем выручка повеличилась больше 6 разов. В середине тираж перевышает 10 тысяч экземпляров. Это бодай легче покажек сирот районок Гомельской области. А прочатаго у актива жлобинских журналистов звание переможцев и лауратов пяти опошник национальных конкурсов «Золотая литра». Хочь у редакции признаются быть районным выданием сегодня непросто. С одной стороны, легко, потому что ты многих знаешь. Ты часто бываешь на предприятиях, коллективах, знаешь много людей. Тебя многие знают. Таким образом идет обратная связь, тебе подают какую-то информацию. А тяжело – очень ответственно. Не дай бог районной газете ошибиться. Свой юбилей у газеты вырошили означать выданием литературного альманаха. Жлобинчина за все доставилася своими талентами, причем шматрики и письменники и поэты. Творческий шлях починали на сторонках районного выдания. С увлеком того, что подчас Великой Ачины город мозгно потерпел и довоенные газеты практически не заховались, для сборника журналисты одобрали прозу и поэзию, какая друковалась на сторонках газеты, починающая с 50-х годов минулого 100-х годов. Отрималось нечто на кстат литературной справоздачи об жизни Жлобинчины за некакие 10-ти годов. В редакции кажут, что аналогичного выдания на Гомич не еще не было. На Днепром мой Жлобин зорко и зяе, бусил тихой песней уплыве, у всех сябров мы хлебом с устракаем, разом мы в счастье и в журбе. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадио-компания Гомич со Жлобином. Русский Витязь наведал Рэшицу. Вядом и российский боксер-профессионал Александр Паветкин по запрошению военно-патриотичного центра до призывной подрыхтовки молодецких приехал в райцентр, где сустрелся со своими болельщиками. Тяжковаговик Александр Паветкин помянутся русский Витязь, чемпион олимпийских гульням. За час выступления на аматорском рынке он провел 133 бои и заступил только у 7 из них. Стал чемпионом света. Профессийная карьера боксера так само складывается удалом. На его рахунку 30 перемог и только одно поражение. С 2011 по 2013 Паветкин носил звание чемпиона света тяжкой ваговой категории по версии сусветной боксерской организации. В опошнем бои, який отбылся у листопаде минулого года, русский Витязь оборонил тытул сребранного чемпиона по версии сусветного боксерского совета. У Скифи спорт важная частка выхаваучего процессу. Цябродство чемпиона с центром началось 4 года тому. Паветкин Некольки разов плановал наведать Рэджицу, однако приехать отрывался только зараз. Он влияет на детей своим примером, своим примером трудоспособности, своими достижениями спортивными, своим талантом спортивным. Люди, дети, глядя на него, хотят повторить его спортивные подвиги. И я понял, что вот если Александр к нам тоже приедет, это тоже повлияет и на наших детей правильно. Они тоже, пообщаясь с ним, сфотографируясь с ним, выслушая от него какие-то советы, наставления тоже, скорее всего, что уйдут с улиц, больше начнут заниматься спортом, подражать ему и делать свои победы, свои подвиги спортивные. Александр Паветкин познайомился с Рэджицей, наведал парк Пирамоги, где ускал к ветке до помника удельникам локальных войнов и военных конфликтов, а так само ознайомился с экспозицией музея поветро на десантных войсках и сил специальных операций. И дома же отбылась и с встречи с болельщиками, у тем лику из наученцами центра «СКИФ». Чемпион охотно раздавал аутографы и фотографовался. Отличные впечатления, спокойно, красиво, много интересного. Я благодарю, что Владимир нас пригласил. Я вообще считаю, что мужчина, мальчик, он будет мужчиной, все равно должен быть сильным, должен любить свою родину, быть патриотом своей родины. Владимир занимается с детьми, учит их, как любить свою родину, как быть сильными, как идти служить в армию, потому что это тоже очень большое, когда с детства ребенка растят и готовят его быть, ну, готовят к армии, можно сказать, готовят стать мужчиной. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» за речи цим. Поважаемые телеглядачи, в связи с проведением Пятого Усебеларусского народного схода 22 и 23 червяня информационные выпуски телерадиокомпании «Гомель» не будут выходить на телеканале «Беларусь-1». На телеканале «Беларусь-4» выпуски новинов будут выходить без изменений. Церемония открытия Пятого Усебеларусского народного схода и выступление президента краины Александра Лукашенко будет транслироваться завтра в прямом эфире беларуських телеканалов и первого национального канала Беларуського радио. Початок мероприемства запланован на 12 годин. Телеверсию доклада керівника держава так само інші наибольш яркі выступлени і моменты Пятого Усебеларусского народного сходу вы зможете убачить на беларуських телеканалах у вечернем эфире 22 и 23 червяня у 21 годину. На гэтом выпуск завершен. У студы працаваў Евген Паблавец. Усяго доброго и до сустрэчого эфиры.